Друзья, давайте мы начнем тогда с короткого видео, наверное, совсем коротенького, буквально его покажем, да? Да. И потом уже... А ты его сюда залил, да? Уложили очень красненько, прямо самый такой топчик, то, ради чего туда ездят, да? И сейчас об этом расскажем подробно. Сейчас плавно пойдем по лекции, постараемся, конечно, уложиться в час, честно скажем, что это очень сложно сделать, поэтому не уверены, что у нас это получится, но мы будем стараться. Начнем, наверное, коротко расскажем про нас. Меня зовут Даниил Марышкин, ее зовут Ксения Шультайс, это моя супруга, у нас семейная компания, мы организуем путешествия по России. Вообще с вами мы из города Иркутск, мы не с Камчатки, но тем не менее на Камчатку мы довольно-таки регулярно ездим, можно сказать, мы там, наверное, половину времени путешествий мы проводим на Камчатке. И было бы неправильным постоянно рассказывать здесь про Байкал и не рассказать, собственно, про Камчатку. Ну и помимо этого мы сильно заморачиваемся по поводу всяких экологических тем в рамках наших путешествий. У Ксюши есть отдельное направление, она занимается, у нее создает индивидуальные травяные сборы, она собирает целыми там и на Камчатке в том числе травы и прочее, прочее, прочее. Ну и Камчатка у меня в этом году тоже попала под сбор, потому что у нас как раз на самые июньские вот эти праздники, когда самые сильные травы, мы оказались на Камчатке, поэтому мне пришлось на Камчатке пособирать травы, но это было очень сложно, потому что там страшно уходить в лес из-за медведей и очень много комаров, поэтому на Байкале с этим немножко проще. Да, ну и хотелось бы начать с такого, наверное, самого важного тезиса. Мы не с Камчатки, ну это вот для всех тех людей, которые потом, возможно, будут смотреть нас на Ютьюбе, да, и что-то еще. Мы не с Камчатки, мы не Камчедалы, и, наверное, мы не имеем права с Ксюшей, ну вот как Камчедалы рассуждать на тему Камчатки, а как у нас, потому что это не у нас, это все-таки, ну, другой регион, который мы, на наш взгляд, неплохо знаем. Да, и знаем мы его с двух точек зрения. Первый, мы его знаем как туристы, которые туда регулярно приезжают отдыхать, получают там различные форматы отдыха, покупают там периодически какие-то форматы отдыха. Даже все пробуем на себе. Да, все пробуем на себе. А вторая история, мы знаем его как специалисты, которые давно очень в туризме и могут посмотреть на регион вот именно таким профессиональным взглядом. И в сегодняшней лекции мы постараемся вот максимально полно рассказать о Камчатке с той стороны, как вот если вы, например, на Камчатке никогда не были и захотели туда приехать и посмотреть. Чтобы вам было понятно вся эта логистика на Камчатке, потому что вот буквально перед лекцией полчаса я одно агентство консультировала по Камчатке, хотя она ждала моего звонка три часа, девушка, и сказала, что я уже поздно звоню, она уже все знает. Моя консультация продлилась даже не полчаса, наверное, час, да? Да, потому что телефон же отключался. Значит, около часа была лекция про Камчатку, и она такая поняла. Я громко сказала, что я все знаю про Камчатку. Ну, то есть невозможно, не будучи там, что-то за три часа узнать про Камчатку и создать тур. Это нереально. Ну, и отдельная есть история еще какая, да, что есть на сегодняшний день интернет-пространство, в котором огромное количество всякой разной информации. Много этой информации очень правдивой. Много информации, ну, можно ее подвергать сомнению, потому что, например, люди, которые регулярно ходят в походы и бегают в горы там за 15 секунд, да, на какие-нибудь там восьмитысячники, я утрирую, естественно. Им весьма легко рассуждать на тему вулканов на Камчатке, и говорят, что на Камчатке, на вулканах ходить вообще там одна нога здесь, другая там, да, можно это ни трекингом-то не назвать. На самом деле все немного по-другому, и в зависимости от того, с какой точки зрения ты смотришь на ситуацию, да, вот мы постараемся ее описать максимально реалистично. Наверное, так правильно сказать. Ну, так как мы записываем в микрофон, я не буду спрашивать мнение у зала, но я точно знаю, что это так, да, когда люди идут послушать про Камчатку, или когда люди слышат про Камчатку, это вот 100% ассоциативный ряд с Камчаткой выглядит вот следующим образом. Мы это тестировали там сотни раз. Это, во-первых, вулканы, то есть если ты полетел на Камчатку и не увидел вулканов, значит, на Камчатке ты не был, фотки с вулканом не привез, все, на Камчатке ты не был. Во-вторых, это океан, ну, в частности, Тихий океан, ну, как правило, так или иначе, будучи на Камчатке, ты все равно на него посмотришь. Соприкоснешься. Да, ну, хотя бы в Авачинской бухте, хотя бы. Да, ну, более того, мы потом об этом скажем, это обязательно надо сделать. Ну, то есть не выехать на океан, ну, это... Обязательно, обязательно ты полежишь в горячих источниках, 100%, потому что Камчатка, в принципе, весь полуостров, по сути дела, это край огромного количества вулканов, и, соответственно, количество теплой воды внизу просто колоссально большое. Соответственно, горячие источники, там, мы об этом отдельно будем говорить, они везде, ну, и, соответственно, вы в них точно полежите. С огромной долей вероятности Камчатка — это медведи, и это отдельная тоже тема, это морские млекопитающие, которые обитают на океане. В общем, мы сейчас про все это кратенько расскажем. Да, мы об этом во всем расскажем, ну, вот я пытаюсь просто рассказать про... Для тех, кто пришел на полчаса, здесь, кстати, есть. Да, здесь, кстати, есть такие люди. Поэтому Камчатка, на наш субъективный взгляд, на сегодняшний день, из российских регионов, а мы видели, наверное, все российские регионы, туристические все точно, но нетуристических, может, там, парочку не видели, да, но... Мы вообще любим по России существовать. Это самый-самый-самый, ну, вот, разнообразный регион. Ну, в смысле, я бы сказала, он разнообразный, и к тому же это не просто там разнообразие река, океан, вулкан, а это прямо вау. Ну, то есть вау часто люди делают на Байкале, и вот второй регион, который вау-вау-вау-вау, это Камчатка. Это вот из российских регионов самые эмоциональные регионы. И есть еще одно тоже такое бытующее мнение, которое, ну, вот, наверное, знаете, мы живем, чтобы его опровергнуть, это называется, да, что зачем ехать на Камчатку, когда есть Исландия, есть такое мнение. Потому что, на самом деле, иногда бывает, ну, многие говорят, там, ценник сопоставимый, лететь, в принципе, там, из Москвы что туда, что туда далеко, поэтому я лучше съезжу в Исландию. Это как бы... Далеко это не так, хотя Исландию действительно, наверное, можно с Камчаткой сравнивать, но мы, как люди, живущие в России, очень любим нашу все-таки страну. И мне кажется, стоит, ну, как минимум, посмотреть и, как максимум, гордиться тем, что у нас есть вот это. А вы знаете, вот, например, индусы и американцы, они, в принципе, практически не выезжают за границу, пока они по своей стране не поездят, не изучат все. Я была в Индии, я прямо разговаривала с индусами, говорят, ну, да, как бы, они и боятся выезжать за границу, но и плюс, они сначала всю свою страну объедут, потом едут за границу. И вот американцы так же. Только у нас не так, у нас по-другому почему-то. И теперь мы, наверное, начнем от общего и потом пойдем уже к частному. Первое, ну, вот важный тезис, да, с точки зрения инфраструктуры Камчатка это остров, а не полуостров. Да, географически это полуостров, да, он причленен к материку, но, тем не менее, вся инфраструктура там, как будто бы люди живут на острове, потому что дороги железной нет, автомобильной дороги нет. Соответственно, вся доставка на Камчатку осуществляется либо посредством авиасообщения, либо посредством водного сообщения. Соответственно, когда мы первый раз в жизни, там, не помню, сколько лет назад уже приехали на Камчатку, увидели ценник на те же помидоры, это вот, если вы хотите узнать, как выглядит настоящая боль, это цена на помидоры на Камчатке. Ну, вообще на все фрукты, там, от 800 за килограмм, там, до полутора, там, тысяч рублей. При том, что, да, есть, как бы, там, истории, когда фрукты в каком-то небольшом количестве выращиваются там, но, тем не менее, это не удешевляет нисколько продуктов. Они на термальных источниках сейчас возобновляют теплицы, у них есть термоогурцы, но они стоят тысячу рублей килограмм огурцов. Моя боль была в этом году, мы в июне вот сейчас были на Камчатке, покупали фрукты, а я дома такая думаю, сейчас черешня подешевеет, что-то 400-450 как-то дороговато. Сейчас подешевеет, и я наемся. И подешевеет, на Камчатку улетели, такая, 850, в Иркутске за 450 вернусь, наемся. То есть, 850 рублей килограмм черешни стоя в июне там. Ну, и, соответственно, все привозное, соответственно, продукты привозные очень многие. Топливо – это вторая моя боль, топливо тоже привозное. Третья боль – это запчасти для автомобилей, они тоже все привозные. Соответственно, все на Камчатке, в принципе, дорого, несмотря на то, что, ну, когда вы приезжаете в Петропавловск, Камчатки, выглядит это как обычный, ну, среднестатистический, скажем так, российский небольшой городок. Да, и боль для тех, кто пьет алкоголь. Вот у нас в прошлом году, в прошлом году мы делали круиз на Командоры, и там вся группа пошла закупать алкоголь. И после того, как эти деньги на закупы алкоголя раскидали на всех, все рыдали, потому что реально очень дорого. То есть, дешевле где-то за багаж доплатить и привезти с собой, чем там хороший алкоголь купить. Следующий момент. Из-за близости к Японии огромное количество автомобилей имеет правый руль. И если, например, регионы такие, как там, ну, та же Москва, Питер, например, да, или там, да даже уже, ну, тот же Иркутск, когда к нам сейчас приезжают гости из других регионов, в Иркутске, я имею в виду, для них очень странно, если мы подадим машину с правым рулем. Ну, например, если джип приедет правой руки, они скажут, ну, нет, вы что-то, вы плохо себя ведете, мы с вами не поедем, это, ну, небезопасно. На Камчатке эта история, она прямо противоположная. Там, если приедет с левым рулем, это немного странно, потому что он, типа, может больше сломаться, потому что запчасти в основном у них на правый руль, там, и так далее, и тому подобное, да, соответственно, все там ездят на правом руле, я единственное, чего не понимаю, каждый раз задаю джиперам там этот вопрос, почему они не переведут, в принципе, все дороги на движение по другой стороне, потому что это реально логично сделать, потому что у них, ну, там, 80%, наверное, машин с правым рулем. Соответственно, высокие цены на жизнь порождают высокие цены на любые услуги, которые там есть. К сожалению, это действительно так, ты ничего с этим не поделаешь, ну, банально, соответственно, продукты для ресторана, они просто на входе стоят очень дорого, соответственно, и блюда в меню стоят дороже. Почему там стоит икра, так же, как и в Москве? Потому что всю икру, всю рыбу оттуда возят в Россию, на материк, и то, что там остается, оно в основном распространяется на туристов, и, в общем-то, местные там мало едят икру из магазина, ну, то есть какую-то, может, браконьерскую, что-то сами добыли и так далее, а так вот икра дорогая, и рыба дорогая там. Следующий момент. На Камчатке очень сложный климат, и весь туризм очень сильно зависит от погоды. Там есть понятие циклон, есть понятие, ну, как бы отсутствует циклон. Когда приходит циклон, ну, антициклон, да. Когда приходит циклон, это дождь, это может быть туман, и, соответственно, бывали такие истории, у нас, слава богу, ни разу в жизни таких историй не было, но бывали такие истории, когда люди приезжали на 7 дней, они ездили на экскурсии, но у них не летали вертолеты, банально, потому что, ну, ни погода, нельзя летать, они не видели ни одного вулкана, и, ну, собственно, они, в принципе, смотрели фильм «Гла Ситивина Кинга», вот плюс-минус как-то, как будто бы они из этого супермаркета вышли, вот так они проводили время, да. Это редкость, но… Не, мне кажется, редкость была, вот у нас сейчас в июне был тур, вот у нас Наташа будет свидетелем, была с нами в этом туре, у нас был тур 10 дней, и у нас дождь пошел только в последний день перед отлетом. Вот это, еще джиперы ходили, ну, подождите, у нас же на Толбатчике по прогнозу было 3 дня ливня, почему у вас солнце, вы кто такие? Мы такие, а мы шаманисты с Байкала. Мы просто умеем, мы вас научим, но дорого-богато, но можем научить. И, соответственно, ну, как правило, да, то есть если вы попадаете в хорошую погоду, то вулканы вы видите с момента прилета на Камчатку, вот на подлетах к Камчатке вы видите вулканы, вы выходите в Петропавловске-Камчатском, вот на улицу, вы видите вулканы. Когда мы первый раз в жизни приехали на Камчатку, для меня был просто, ну, мы просто были в шоке. Я выходил на улицу и говорил, смотрите, вот вулканы, ну, там люди на тебя смотрят как на идиота в этот момент, ну, они, видимо, привыкшие к туристам в целом, я говорю, вот же вулканы, смотрите, вот, я стою, пешеходный переход, вулканы, пешеходный переход. А, да, я встала на пешеходном переходе, я стою в телефон, и такая, на светофор посмотреть, красный или зеленый, и меня уже все толкают, типа, переходи, переходи, а там на фоне вулкан стоит, а я прямо не могу, как люди, вы такие равнодушные, у вас же вулкан, вот светофор на фоне вулкана, вы даже его не видите, а им уже привычно, а это нам было. Ну да, ну а люди, при этом, естественно, живущие там, они, наверное, уже на это сильно внимания не обращают, хотя действительно очень красивые виды из Петропавловска, благодаря вулканам, если есть хорошая погода. Ну, про ценное проживание мы, наверное, расскажем еще отдельно. Сразу не шокировать. Да, если вы не местный турист, то, если вы не местный, то дикий туризм, это, скорее всего, все-таки, ну, не то, что совсем нереальная история, но реальная только при условии наличия местного человека с вами. Ну, гида, друга, который… Ну, в смысле, вам машину никто джип без водителя не даст. Нет, там вы пешком не доберетесь до мест, где надо походить вокруг вулканов. Ну, то есть, вокруг, если вы заходите куда-то в заповедник, у вас обязательно… Вообще, если вы заходите куда-либо в дикие места, то у вас должно быть что-то… Ну, мы отдельно об этом скажем от медведей, потому что там они просто везде. Ну, то есть, справедливости ради надо сказать, везде, естественно, пешком, да, ну, вот. Я знаю, что просто очень много из аудитории спортмарафона – это люди, которые ходят именно в походы. Пешком есть огромное количество вариантов, мы об этом отдельно скажем, но, тем не менее, делать это вот в формате дикого туриста, ну, там, я приехал, я пошел, похожу, где-то вот там вот вулкан горелый, я на него пойду, прогуляюсь до него. Ну, это похоже на такое легкое самоубийство, потому что, если ты не знаешь местности, там все весьма сложно. Нужен гид 100% с собой, ну, или местный житель, который будет тебя возить, там, ну, и так далее. Можно посмотреть, много за дорого или мало за дешево. Вот на Камчатке этот принцип, к сожалению, работает очень-очень четко, да, там есть формат, когда ты смотришь ее очень точечно и локально за очень небольшие деньги. Ну, то есть, например, ты идешь в поход, это самый такой популярный пример, да. Самое дешевое, это просто пойти в поход, но просто дело в том, что эти 5 дней или 7 дней, которые вы потратите на поход, это вы увидите от Камчатки, ну, просто вот такой мизер, и вы не поймете вот эту вот суть Камчатки, вот это разнообразие Камчатки за дешево, там, к сожалению, нельзя увидеть. Ну, да, то есть, вот тот ассоциативный ряд, можно приехать, например, там, 10 раз и каждый раз приезжать на одну из активностей. И, условно, приехали, посмотрели вулканы, приехали, посмотрели океан, приехали, посмотрели там на медведей, что-то еще, да. Можно приехать за раз все посмотреть, но, соответственно, получится там сильно дороже. Теперь немножечко информации. Здесь на слайде это просто... Если ты хочешь что-то на карте показывать, то вот мышкой лучше. Я просто к тому, что это не весь полуостров Камчатка, он больше, да, здесь на слайде по факту представлена только южная его часть. Ну, центральная... Ну, чуть-чуть до центральной части, можно сказать, да, Камчатка представлена. Протяженность с юга на север 1 200 километров. Протяженность с запада на восток от 93 до 440 километров. Ну, можете представить себе размеры этого полуострова, он просто колоссально большой. Мы бы, вот как люди со стороны, выделили бы там три зоны. Ну, так вот глобально, чтобы как просто понять Камчатку, да. Там есть три зоны. Юг – это самое популярное посещаемое. И, собственно, оно вот здесь вот представлено, самое популярное посещаемое. Огромное количество всяких разных локаций, куда можно съездить, куда есть. Я вот покажу. Смотрите, прилет получается вот сюда, в аэропорт Елизова. Вот сюда прилет. И, соответственно, вот здесь, вот здесь еще есть цивилизация. Тут вот проживание. Вот здесь, вот в этих местах. Ну, и, собственно говоря, вот здесь и заканчивается асфальтированная дорога. Так, знаете, это шутку. А правда, что на Камчатке медведи по дорогам ходят? Да я сейчас еще по карте покажу. Нет, неправда, на Камчатке дорог нет. Это вот про Камчатку. Почему мы говорим много о джипах, мы об этом скажем. Ну, потому что вот здесь заканчивается асфальт. Дальше это все доступно на специальной технике. Мы о ней поговорим, наверное, о вертолетах, вахтовках, джипах. И вот сюда, на север, вот сюда летают на вертолете. И здесь есть еще дорога, одна-единственная, до поселка Эссе и до Толбачиха. Ну, дорога вообще идет до Усть-Камчатска. Ну, то есть, объективно, дорога идет до Усть-Камчатска. Не везде она идет асфальтированная. Усть-Камчатска – это место, где речка Камчатска впадает в Тихий океан. Но оно не особо туристическое. Оно не особо туристическое. Туризм вот здесь заканчивается. Оно не туристическое. И, собственно, вот это был юг, да? Мы махнемся местами с тобой? Это был юг. Потом центральная часть, про которую Ксюша сказала, вот Долина Гейзеров обозначена, там дальше, выше есть Толбачих Эсса, про которых Ксюша сказала. Это дикое и не для всех. И север – это труднодоступно. Там, например, ну, я как-то Ключевскую сопку отношу все-таки уже к северу, хотя она, наверное, относится больше к центральной части Камчатки, да? Туда вот на Ключевскую сопку еще ходят на восхождение. Дальше, например, есть истории, они там единичные, когда люди на джипах по зимнику зимой проезжали на Камчатку с Чукотки. Ну, это уровень подготовки миллионных, там, я не знаю, миллионы долларов, как бы, потому что там очень сложная логистика, заброска вертолетами топлива. Ну, короче, там огромная вот эта вот история. Их там, я не знаю, две или три, наверное, этих историй, когда люди ездили. То есть север Камчатки он как бы, ну, формально очень мало посещаем. То есть вы понимаете, да, почему это остров? Ну, все, вот, как бы, дороги заканчиваются в пределах, там, сотен километров. И теперь мы постараемся пройтись по локациям. Ну, у нас еще, если ты хочешь, за час уложиться, то 35 минут у нас еще есть. Самая такая популярная, что ли, локация, самая популярная локация на Камчатке, на которую легче всего попасть из Петропавловска-Камчатского. Ну, помимо самого города Петропавловска-Камчатский, который тоже, безусловно, представляет очень такую особую достопримечательность, которую стоит просто, ну, на нее потратить, там, 2-3 часа на посещение центра города, чтобы посетить Вулканариум, чтобы... Вулканариум – это музей. Это музей, да, музей, посвященный изучению вулканов. И посмотреть, ну, сам центр города, там очень прикольно сделано. Все-таки дорожки миленько, уютненько, да. И самая популярная вот загородная локация – это Халактирский пляж. Халактирский пляж, до него можно доехать на такси, до него можно заказать машину, чтобы вас туда свозили, можно договориться, чтобы это была прям поездка такая, когда вас туда привезут, вы там потусили, 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 потом сели в машину и уехали. Но что нужно понимать? Если вы заказываете такси, и такси оттуда у вас уходит, то вы находитесь уже не в городе, туда такси далеко не факт, что поедет. Не, ну, во-первых, там надо допрыгнуть где-то до связи. Да, чтобы заказать такси, там не любая связь берет. И еще очень важный момент, там все сильно зависит от того, был грейдер или не было. То есть там, если грейдер прошел, то дорога хорошая, по ней даже там, несмотря на то, что ты гравийка, долетаешь быстро. Если грейдер не прошел, то дороги считаете, что, ну, не то, что ее нет, но она такая плохая, час ехать, да, соответственно, доезжаете долго. Чем прекрасен Халактырский пляж? Во-первых, ну, как я уже сказал, мы сегодня говорим о субъективных впечатлениях, но тем не менее, я ни разу не видел другого эффекта на Халактырском пляже. Когда первый раз в жизни приезжаешь на Халактырский пляж, ты вот встаешь, и больше тебе нечего сказать, потому что ты видишь океан. Но ты, если ты не материшься. Да, ну, в принципе, тебе больше говорить нечего, сказать нечего, тебе хочется просто стоять, молчать с открытым ртом. Это при любой причем погоде, то есть солнечная погода, дождь ли там, ветер ли, в любом случае вот эта энергетика Тихого океана, вот этот пляж черный, это вулканический черный песок, там на километров 30 он тянется. И особенно, если ты попадаешь вот в момент, когда еще рядом нету каких-то, ну, не выходной день, выходные дни сами горожане любят туда выезжать, и ты выходишь на этот пляж, на океан, и нечего тебе произнести, кроме вот этого вау. И у нас Даня сразу раздевается вот так на ходу и бежит купаться. Но несколько раз у нас туристы делали такую ошибку, глядя на него и не щупая воду. Делали так же. Потом, конечно, ругали его сильно, потому что вода холодная, но мы привыкли. Мы же с Байкала, нам без разницы, где купаться. Там, на Халактырском пляже, стоит несколько глэмпингов. В глэмпинге у них нет, как правило, электричества, ну, вернее, электричество есть, но оно, как правило, от генератора. И это глэмпинги для, в основном, там живут серферы, то есть ребята, которые приезжают позаниматься серфингом. Это, наверное, один из таких главных серфовых спотов России. Туда можно приехать покататься. Можно, у глэмпов есть программа, когда ты берешь там программу на 5-7 дней, сразу же там с прокатом досок, с прокатами гидрокостюмов, ты приезжаешь прям только на серфинг. Есть варианты, когда ты приезжаешь не только на серфинг, но это все, как бы, у глэмпов есть такие там различные вариации. Ну, короче, если вы не серфите, то там можно найти, уже строятся и достраиваются глэмпы, которые просто для обычных туристов, не связаны с серфом. Но, чтобы вы понимали, там, ну, больше одного дня, ну, как бы, нечего делать. Ну, если, как бы, если мы, больше одного дня на Камчатке можно быть где угодно, но если у тебя есть ограниченное количество времени, то тогда, наверное, вот один день это... Если хочется посмотреть Камчатку, а не просто почилить 2-3 дня на берегу океана, повтыкать и послушать шум волн, то вот одна ночь достаточно, надо ехать дальше, потому что там больше делать нечего. Ну, вот в баню. В том числе сходить в баню, можно покупаться после бани сюда на воде, классно, прикольно. Если вы не любите холодную воду, вы можете попариться в бане, разогреться и побегать, покупаться в океане. Это было шикарно. Вторая такая, ну, наверное, частая довольно-таки экскурсия, частая поездка от Петропавловска-Камчатского на мыс Маячный. А ты, кстати, можешь вернуть и показать характеристский пляж. На одну вот верни. Вот получается Петропавловск, и вот сюда раз, вот здесь вот характеристский пляж. И вот здесь мы с Маячный, про который сейчас Даня будет рассказывать. Да, мы с Маячный и мы с Вертикальный. Собственно, туда нужна хорошая машина. До мыса Маячного доезжают Делики, они туда возят в том числе такие частые групповые экскурсии. Но мы с Вертикальный, они там рядышком, два мыса стоят, в принципе. Туда нужно, ну, не сильно сложно, но нужно сдать своротку. И, опять же, за что купил, за то продаю. Далеко не все водители из Маячного возят на Вертикальный, банально потому, что люди берегут свои машины. Ну, потому что на Вертикальный там дорога прям жесть. Там, ну, вот прям мясорубка. Ты там, там надо найти человека, который очень любит ездить по ужасным дорогам, чтобы он тебя туда повез. Но, тем не менее... Причем вы были в этом году на огромных колесах. Да, мы были на 42-х, по-моему, колесах в этом году, чтобы туда доехать. Но, тем не менее, вот... И то приключались. Да. Но зато там вау-эффект тоже гарантирует. Там очень красивые виды, из-за стептичьего полета. Можно брать с собой коптер, можно полетать. Ну, вот что-то такое. Вид с коптера, он вот такой, вот как на правой фотографии. Следующий момент. Океан. Ну, мы уже говорили, как бы, про океан, да. Океан с точки зрения поездки на морскую прогулку. Морская прогулка, как правило, стартует, она из... Прямо из Петропавловска-Камчатского. Там есть порт, с которого выходят... Ну, в смысле, это не так, что по расписанию вы пришли, там, как... Ага, трамвайчик Москва. Расписание 2, 3, 5... Нет, это все заранее заказывается. То есть сейчас, на август, вы уже не забронируете морскую экскурсию, потому что уже все расписано. То есть это все заранее ищется, кто делает морские экскурсии, и вы записываетесь в группу. То есть если вы не едете с туроператором, который за вас уже все сделал, вы самостоятельно ищите тех, кто делает эти экскурсии, и загодя записываетесь одним из участников морской прогулки, которая делается на разного совершенно качества скоростных кораблях, там очень разные качества, и попадаете в группу из 10-17 человек на этот катер, на морскую прогулку. Ну, надо понимать, да, что если вы присоединяетесь в группу, вы едете с незнакомыми людьми, также есть там опция, если бронировать сильно заранее, забронировать катер чисто под свою компанию и на нем сходить. Такая вариация есть. Форматы тоже могут быть разные. Ну, такой самый классический формат, да, это вот выход Петропавловск-Камчатский, он стоит в Авачинской бухте. И вот из Авачинской бухты таким, ну, не быстро, но тем не менее выходит катер, он посещает скалу сначала, самую главную достопримечательность, такую визитную карточку Кекура-Трибрата, это такие три скальных останца, которые стоят отдельно на выходе из Авачинской бухты. И дальше он поворачивает направо, ну, и, собственно, идет по разным бухтам, которые здесь тоже перечислены на слайде, он посещает эти бухты, и в рамках того, как он идет, можно, он там делает остановки, можно где-то посетить интересные гроты, посмотреть со стороны, да, на них где-то, посмотреть на птичьи базары, там топорки, тупики, увидеть сивучи, увидеть китов и косаток. Нерпы бывают. Да, бывают морские тюлени. И, собственно, как правило, в эту поездку включена морская рыбалка. Если есть рыбаки, поднимите руку. Вам не понравится, наверное, морская рыбалка там, ну, в плане того, что это в определенный момент ты понимаешь, что тебя как будто бы обманывают. Ну, то есть, как будто бы там где-то внизу есть водолаз, он цепляет. И конкретно, если говорить именно про морскую рыбалку, то есть, ну, надо заметить. Просто в определенном, да. Если попадешь с нормальным капитаном, неленивым, который знает места. Просто бывает так, что капитан поленится, и, ну, нет в этой бухте, ну, нет рыбалки, нет, ну, там у нас в запасе есть замороженная рыба, мы сейчас из нее хуй сделаем. А есть капитаны принципиальные, им надо, чтобы их гости поймали рыбу, а они походят по бухтам. Но здесь обламывает повар, и такой, ну, все-все-все, хватит, 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 и я уже и вам и суши, и уху, и все сделаю. Все, стоп, остановитесь. И они начинают рыбу обратно выкидывать. Вот это для рыбаков прямо обломка. То есть, когда ты попадаешь на такое, на настоящее рыболовное место на океанской рыбалке, там понятно, что есть отдельный выездный рыбалку, да, ну, когда ты там едешь в другие места, ловить другой вид рыбы и так далее и тому подобное, да. Но зачастую, зачастую, да, вот если говорить про классику, ты подъезжаешь там в такое место, где вот ты закинул раз, два, три, взяла, вытянул, да, ну, и вот твоя задача стоять просто вот ее туда-сюда, как бы спину себе надрывать, вытягивать эту рыбу. Океанская рыбалка, она вот такая. И что, давай скажем, что, палтуса в этом году или что там? Палтус, треска, плоский-то, камбала. Ну, как-то вот так. Соответственно, все это вам там готовят прямо на месте. Вы все эти морские деликатесы пробуете. Ну, и в рамках вот океанской рыбалки мы рекомендуем вообще перед этим не есть, и потому что, и ужин себе не заказывать нигде в кафе. Потому что начинается в 8 утра обычно, то есть мы приходим на корабль, ну, по крайней мере, у нас, да, в программах, все уже накрыто, завтрак, потом люди еще ловят себе обед и ужин уже. То есть ты вот весь день безостановочно ешь рыбу. Рыбу, крабов. Все подряд, как бы, все, что там есть. Ну, подожди, подожди, мы все перейду-то. В общем, вы еще видите чаще всего косаток и китов, но это понятно, что не гарантированно. Это природа. У нас не было еще ни одного заезда, чтобы мы не видели вообще никого. То есть либо китов, либо косаток мы видели. Так, чтобы никого не видели, такого не было. Но я знаю, что бывают такие, встречаются, но чаще всего, чем хорошо с хорошими капитанами ездить, потому что у них есть связь друг с другом, с кораблями, и они друг другу перекидывают. Мы там видели кита, давайте скорее сюда. И мы мчим в определенную бухту смотреть, кита или косатку. И в прошлом году мы вообще классно попали. У нас косатка мчалась за морскими свиньями. Выглядит морская свинья, как маленький дельфин. Мы сначала увидели, мы такие, дельфины. То есть начали выпрыгивать дельфины, но это морские свиньи. И потом за ними такая косатка. Это был восторг. Мы гонялись за ней, очень долго следили, как она охотится. Хорошо, что не видели вот этот момент хрясь. Мы не увидели, слава богу. Тоже, что важно понимать, у кита, например, далеко не всегда ты можешь сфотографировать плавник. И киты. Я много очень ездил в жизни. Много. Я ни разу в жизни не видел, чтобы кит выпрыгивал из воды. У меня друзья на Камчатке видели и подправляли мне видосы. Ну, то есть это не самая частая история. Когда вы, знаете, вертикально такой покрасовался и... Ну, вот это прямо редкость. Чаще показывает плавник, но еще чаще, когда ты видишь просто фонтанчик. Ну, вот как бы... Горб кита, фонтанчик, горб кита, фонтанчик. Но ты знаешь, что это кит, он близко, действительно. Ну, это прикольное ощущение. Касательно вулканов. Вулканов на Камчатке очень много. Порядка 300 вулканов. 29 из них действующие. Да, нужно понимать, что крайне редко бывают ситуации, когда могут, например, из-за извержения какого-то вулкана закрывать аэропорт, потому что в небо выбросило много пепла. Все, там, ну, лететь на самолете, подлететь нельзя, да. Но это крайне редкая история. На моей практике такое, ну, вот именно в рамках нашей работы ни разу не случалось. И вулканы все очень разные. То есть поездки бывают и такие в формате легкого трекинга однодневного, бывают в формате нескольких дней трекинга вокруг вулканов и так далее. Но самая популярная, наверное, вот группа домашних вулканов, Карякский, Авачинский, Козельский, это те три вулкана, которые видно прямо из города Петропавловск-Камчатский. Ну, не будем врать, мы не были ни на одном из этих трех вулканов наверху. Хотя хотелось бы так сказать. А мы вот все три посетили, но мы там ни разу не были, да. Да, и в этом году, так я думаю, у нас же будет там свободные дни, может сходить на какой-нибудь вулкан, на котором мы не были. А мы были в июне месяце. И наша Жанна, наш гид, который именно вот трекингами занимается с нами, она такая, ну, а ты хочешь идти вверх 9 часов по снегу? А ну, может быть, 12. Я такая, что-то я, пожалуй, отложу его на следующий раз. Не, не, не хочу. В общем, это история для подготовленных все-таки людей. Хотя, ну, вулканы очень разные по уровню физподготовки, да. И вот конкретно между Корякским и Авачинским есть экструзия верблюд. Это для людей, которые вообще не ходят в трекинги. Вот абсолютно не ходят в трекинги. Вообще никогда в жизни не поднимали ноги. Но вот маленькое преодоление для себя хотят сделать. Вот там она вот как раз очень лайтовая. Там высота самой экструзии буквально 200 метров, я имею в виду, в чистую. То есть набор высоты пешком будет 200 метров. Ты поднимаешься, между двумя вулканами стоишь, красивые виды, с самой экструзией направо-налево красивые виды. И такая очень милая тропинка. В конце там такой крутой подъемчик, очень легко ходится. Реально очень легко, да. Легкий трекинг с очень красивым видом. Ну, бывает, что нету вида. Такое у нас, наверное, один раз. Есть южная группа вулканов, ну, то есть, вот, можно сказать, в сторону юга от Петропавловска-Камчатского. Это Вилючинский, Горелый и Мутновский. В основном... Вот это на фотографии один из... Кратеров Горелого. Да, их всего 11. А вдалеке на фотографии Мутновский, собственно. Да. Мутновский активный вулкан, он постоянно фумаролит. Фумаролит – это когда сероводород такой выходит на поверхность. И, ну, дымит, можно сказать. Раньше на сам Мутновский заходили прямо на фумарольное поле. То есть, там раньше можно было идти так вот, что ты идешь, и в тебя прямо эти фумаролы бьют. Сейчас... Ты не мог идти без волоклавы. Без волоклавы, без очков, я прошу прощения. И так далее. Но сейчас, к сожалению, там сошел сель несколько лет назад, и вот эта вот тропа, она стала неходибельная. И теперь ходят посмотреть на это фумарольное поле со стороны. То есть, на кратер поднимаются, и как бы с кратера смотрят внутрь. А раньше мы заходили прямо в сам кратер. И, собственно, касательно вулкана Горелого. В этом году мы на Горелое поднимались, была вот такая видимость, как на верхней фотографии. На Горелом видимость далеко не всегда такая. Вообще, на вулканах далеко не всегда такая видимость. Но там вот, когда мы в этом году поднимались, не было ни одного облачка, и вообще ни тумана, ничего. Это уникальное. И, в принципе, мы всем говорим, когда мы видим, что вот видимости нет, ну, если ты не занимаешься преодолением себя, и идешь ради видов, то идти на Горелое, например, нет смысла. У нас бывали истории, когда мы приезжали в Кальдеру Горелого, и там дуло, ну, метров, не знаю, 45-50 в секунду. То есть, я выходил, мне почти очки разбивало камнями, которые летели. Ну, вот прям очень сильно дуло. Были истории, когда там есть под Мутновским водопад опасный. У нас в тот день, это шутка нашего гида, она говорит, самый главный девиз сегодняшнего дня – визуализация. И мы выходим там с джипа, и не видно, ну, то есть, вот так как мы с Ксюшей стоим друг от друга, Ксюшу уже не видно. Вот так вот было видно. Чтобы ты с человеком поговорить нормально, ты должен вот так встать, и тогда ты его увидишь. У нас группа решила побурханить сразу, ну, покропить, чтобы погода улучшилась. Вот они вот так себе наливали, и вот уже вот так вот рюмочку вытягиваешь, все, ее не видно было. Это было поразительно. Это такая парадоксальная история, когда вообще видимости нет, да. Такое тоже бывает, но в целом… И это было, кстати, в один день, вот этот и ветер, и туман. Да, и ветер, и туман были в одновременно, просто чуть-чуть в разных локациях. Но вот бывает формат, когда ты едешь просто на джипах, едешь, посещаешь там пещеры, смотришь на Вилючинский вулкан со стороны, подъезжаешь к кальдеру Горелого, ездишь по кальдере Горелого, смотришь на Горелый со стороны и смотришь на Мутновский со стороны. Бывает история, когда ты едешь на какой-то конкретный вулкан, занимаешься восхождением, спускаешься вниз, уезжаешь. Но что нужно понимать, да, на один вулкан нужно, как правило, один полноценный день, и мы бы никогда не рекомендовали, тем более без опыта, делать так, что, например, а поеду-ка я посмотрю Горелый и Мутновский за два дня по очереди поживу там где-нибудь в глэмпинге под Вилючинским. Ну, физически это довольно-таки тяжело, то есть это все-таки определенная физическая нагрузка, когда ты поднимаешься. Состояние – это все вы несете на себе и воду, и все-все-все, воды там нет, нигде нет воды. Ну, тает снег. Ну, где там, где снег есть еще, но это июнь месяц, то есть если вы в июле-в августе, надо искать места, где вы добываете воду, питьевую. Что еще? А, ну вот, короче, три формата, просто ездим вокруг на джипе, никуда не ходим, ходим однодневно, то есть Вилючинский, Горелый на один день, это заход, Мутновский на один день, трекинг, ну, либо это все берем и идем много дней с рюкзаками, с палатками, с едой, водой, вперед, я вас верю. Ну, в общем, что еще прикольного, там по соседству, рядом с вулканом Мутновский, ну, дорога туда уходит другая, есть так называемая малая, ну, или домашняя долина гейзеров, и она находится прямо возле Мутновской геотермальной станции. Там может быть немного грязно, если после дождя туда поехать, но в чем огромная плюшка, в том, что, ну, наверное, все знают, что одна из визитных карточек, ну, может, не все знают, это долина гейзеров на Камчатке, вот одна большая такая визитная карточка. Туда летает вертолет, он стоит таких немаленьких денег, по-моему, в последний раз была цена 56 тысяч рублей за одного человека за экскурсию в сборную программу, но что нужно понимать? Да, там большие гейзеры, да, там самый большой гейзер, который прям бьет таким большим фонтаном. Ну, и он один там остался. Он один, ну, и там в вот этой большой долине гейзеров сошел в свое время сель, и, собственно, многие гейзеры можно посмотреть только издалека. Ты вот стоишь на такой площадочке, смотришь издалека, сама по себе экскурсия, если у вас есть там 56 тысяч рублей, ну, она того стоит, ну, 100%, да. Но если вы вот хотели бы, знаете, когда вот что-то вот осезаемое прям руками, да, вот когда ты можешь потрогать, в моем личном понимании, Малая долина гейзеров в этом плане чуть-чуть выигрывает. Но что нужно понимать? Малая долина гейзеров – это не долина гейзеров. Там нет гейзеров. Там есть только фумаролы. Ну, их просто называют гейзерами, потому что там тоже все бурлит, булькает и прочее. Но там нет такого места, где вот вода вылетает из-под земли. Но в Малой долине гейзеров, так как это абсолютно неконтролируемая история никем, да, туда вводят группы, потому что там можно вот все вот эти вот камчатские развлечения, там сварить яйца в горячей воде, там… Пощупать горячую воду, реки, все это течет, бурлит, пузырит, там… Ну, кипяток там и прочее. Кипяток. Вот это все в доступности вот в такой. И ты ходишь, восхищаешься, все это нюхаешь, щупаешь. И что нужно понимать? Тема все равно небезопасная. Ну, то есть небезопасная в контексте чего? У нас, например, один турист, глупый поступок, не спорим, но тем не менее, решил в трекинговом ботинке встать в лужицу постоять. Вот он встал, у него, собственно, вскипело в лужице весь клей в ботинке, весь ботинок распался после этого. Ну, то есть можно, естественно, ошпарить ногу, ошпарить руку, ну, то есть там температура 100 градусов бывает. Ты абсолютно развелся ботинок, мы ездили покупать обувь в Петропавловском участке. В этом минус пощупать, ну, то есть надо думать, что щупаешь. А в большой долине гейзеров, где вертолеты, там шаг вправо, шаг влево расстрел, там деревянная дорожка, там дается 50 минут, быстро за гидом бежишь, все смотришь, прыгаешь в вертолет, улетаешь дальше. То есть там ничего не щупается, не смотрится, там все очень быстро. Здесь ближе вот к этой кипящей земле. Вот в этом прикол. Мы постараемся немножечко ускоряться все-таки, но тем не менее. Отдельный, вот прям отдельный мир. Я не знаю почему, но это прям отдельный мир реально. Я первый раз в жизни, когда туда попал, я себе сказал, ну, вот вроде думал, что знаешь Камчатку, туда попадаешь, и понимаешь, что вообще Камчатку не знаешь. Ну, не видел никогда такого, да. Это вулкан Толбачик. Вулкан Толбачик, он находится уже в районе центральной Камчатки. Мы ранее показывали на карте. То есть он требует поездка на Толбачик. Она, как правило, совмещается с поселком Эсса, требует где-то там, ну, минимум прям три, но вообще в идеале четыре-пять дней. Потому что на Толбачике есть несколько разных извержений, на которые стоит сходить там относительно легко подниматься. Ты, во-первых, едешь туда целый день? Да. И в зависимости от погоды, которая была перед этим, от дороги, от того июль, август, что это, какой сезон, тает снег, не тает снег, можно туда, там есть 60 километров дороги, которую можно проехать за три часа, а можно за девять. Ну и там есть речка Студенка, вот ее можно проехать, когда тебе в пол колеса воды, а можно проехать, когда у тебя по крыше будет бежать. Ну, или не проехать, соответственно, да. Все очень сильно зависит от дождей. Дорога может быть колоссально сложная. Как правило, джиперы берутся, бывает, что джиперы берутся ехать в одного, но если очень хорошо подготовленный джип, но чаще стараются ездить все-таки в два джипа, чтобы друг друга подстраховывать. Отдельно сейчас скажем про вахтовки джип и прочее, да. Проживание в глэмпинге под толбачиком, там есть несколько локаций, где можно пожить под толбачиком, все это полная аскеза, это надо понимать. Там весьма много, часто много комаров. Не всегда там бывает, если ветерок, комаров сдувает, но если ветра нет, там комары тебя могут прям нормально помучить, поэтому черный рифтомид от комаров с собой брать обязательно туда нужно. Есть там формат, когда можно сходить на сам вулкан толбачик, есть формат, когда просто, вот мы, например, не ходим на сам вулкан толбачик, мы просто заезжаем в район толбачика, смотрим извержения разных годов. Там очень много конусов, то есть это вулкан, особенность его в том, что это не один стратовулкан, как мы привыкли, рисуют. У него очень много конусов, у него несколько извержений разных годов, и все это видно, все это показываем, рассказываем, И все эти конусы, там их порядка 300, они разбросаны на огромную площадь. И на некоторые из них мы поднимаемся, которые наиболее красивые виды или полегче зайти и так далее. Да. Ну и, собственно, есть там новое извержение, которое тоже ни с чем не сравнимо. Вот один из конусов. Есть места, где ты можешь еще до сих пор сейчас, где ты можешь бросить деревянные палочки, и у тебя загорится костер. Вот такое все там есть. То есть сесть, пожарить сосиски над камнем, над каким-нибудь, это реально там. Ну то есть это прям отдельный мир, реально отдельный мир, да. Поселок Эсса, его называют еще, Камчадал, все называют его Швейцарией, Камчатской Швейцарией, потому что оно тоже другое. То есть весь ландшафт Камчатки и ландшафт Эсса, они сильно отличаются, потому что в Эссе есть высокие ели, ну такой красивый высокий лес там есть. Сами жители Камчатки обожают Эсса, потому что для них это очень необычная природа. То есть на Камчатке мы, которые там в тайге, да, бывали, у тех, которые на Байкале, там на Алтае, ну лес, лес, тайга, это все классно, красиво, родное. Нас удивляет на Камчатке вулканы, черный песок, там какие-то дикие безжизненные места, а их удивляет Эсса. А мы приехали в Эссе, и для нас лес, ну как бы, для нас это как бы... Но для нас как бы это с другой стороны, когда ты долго на Камчатке, для нас это история про... Да, особенно вот на контрасте с Толбачихом, вот видите, да, здесь видно хорошо, как выглядят конусам и Толбачих, если ты там проводишь, а там есть еще мертвый лес, там где стоит глэмпинг, там прям мертвый лес, деревья, которые выгорели во время последних там извержений, и на контрасте, когда ты приезжаешь в Эссе после черноты вот этой Толбачиха, приезжаешь в зеленый Эссе, и такой, ооо, зелень. Ну да, отдельный формат, естественно, как я уже сказал, есть категорийные восхождения на сложные вулканы или трекинги вокруг вулканов. Кстати, когда едешь на Толбачих, видно Ключевскую сопку, если хорошая погода, можно ее увидеть, но Ключевская требует все-таки отдельных там поездок. Ну смотри, это самый высокий вулкан на Камчатке, поэтому о нем так много мы говорим. По касателям медведей, наиболее популярная локация для знакомства с медведями – это Курильское озеро. На Курильское озеро, как правило, ну там бывают варианты, когда доезжают туда на супер-ультравездеходах, но, как правило, туда залетают на вертолете. Это однодневная экскурсия на Курильское озеро. Там медведи будут лежать вот прямо вот здесь вот, вот они в прямом смысле, их огромное количество. Видно, да, вот мы тут на лодочке, вон там медведи едят, потрошат рыбу там. Кто-то ест рыбу, выбрасывает икру, а кто-то, наоборот, икру так себе в рот выдавит, рыбу выбросит. Ну, медведей много очень там на Курильском озере. Если они туда придут, они туда приходят в определенное время, нужно тоже знать, пришли туда медведи или нет. Сейчас я обозначу дату. То есть в основном считается, что медведи, то есть если вы точно знаете, что вы ездите на вертолеты, вы точно хотите на медведей на Курильское озеро, это после 10-15 июля, когда они туда приходят. То есть начинается, рыба идет на нерест, приходит туда рыба, и, соответственно, к ним приходят медведи. Бывает, вот в прошлом году поздновато, в прошлом году как раз, по-моему, они после 15-го пришли. То есть почему... А, ну мы еще скажем про сезонность. В общем, это надо иметь в виду, что не всегда можно прилететь на Курильское озеро к медведям. Но при этом, если, например, на Курильском медведе нет, есть там другие озера, есть, например, на Чикинское озеро, на него можно на машине доехать, и можно там на лодочке походить и тоже увидеть медведей. Можно на сплав побыстрее сходить и увидеть медведей. В общем, медведи, в принципе, они есть везде, далеко не факт, что вы их встретите, но с огромной долей вероятности вы их встретите. Сейчас, минутку, история. Первый раз мы были на Камчатке, когда нам надо было из одного места, из одних гостей доехать до других. Но это в смысле прямо два разных населенных пункта. И мы такие, а там мы сейчас на автостопом доедем, нам водитель, один из водителей, автобусов такой, автостопом, вы больные? Мы такие, а что, ну мы автостопом, блин, столько ездили по России, что что, мы на Камчатке автостопом не доедем. Он нас высадил, перекрестил, и мы поймали машину быстрее, чем он тронулся. Мы такие, что он прямо трагедию какую-то делал? Вот он не успел тронуться, мы уже в машине сидим. Часть маршрута нас провезли, высадили на развилке. Мы ловим следующую машину, тут же прямо. Садимся, и девчонки такие, а вы куда? А мы там, мы туда-то. Говорит, ой, далековато, но мы не туда. Это на 15 километров дальше, чем мы едем, давайте мы вас довезем. Мы такие, да зачем, мы словим, следующую машину доедете. В смысле, вы не знаете, кто вас первый подберет, медведь или машина? Мы такие, а вот почему на автостопом по Камчатке-то не ездят. Просто такие, конечно, у нас никто не ездит автостопом, у вас просто загребет медведь, и никто не будет знать, где вы вообще потерялись. В общем, они нас довезли, благородно поступили. Ну, и касательно медведей, да, мы не будем здесь сильно вдаваться в подробности того, как можно, скажем так, обезопаситься от медведей. Ну, самое простое правило, не ходить по одному, как минимум. Даже там лучше по своим каким-то делам маленьким тоже ходить с кем-то за ручку. И, естественно, громко себя вести, громко разговаривать в лесу. Ну, короче, есть вот эти куча мер предосторожности, есть специальные там фальшферы и прочее. Это все нужно с собой брать, тем более в походы, да. Горячие источники. Вот здесь на фото показаны три вида горячих источников, их еще там в десятки раз больше. Есть просто бетонным сделанная лужица в земле, есть просто лужица в земле, есть речки горячие, есть бассейны горячие на базах отдыха. В общем, очень большой спектр, в смысле, от прямо люхарей VIP, но таких мало, ну, вот прямо единицы. И стоят, номера в хороших отелях стоят 20-50 тысяч. Но там, естественно, хорошее обслуживание, свой бассейн, хороший ресторан, но таких вот прямо вот так. Это один из отелей, в которых мы всегда живем, в наших турах, вот мы живем в лагуне, здесь вид на, здесь они на озере, видите, в зале озера, и вулкан Вилючинский. Очень хорошее место в плане расположения, что ты вроде не очень далеко от цивилизации, но как бы так на природе. А есть дикие, но вот это даже еще не совсем дикие, это на вертолете посещается на экскурсии. То есть есть как бы домик, да, вроде как переодевальня, там даже есть мужская, женская, но есть прям вот просто вот лужа, ты в нее ложишься. Полотенчиком завязался, переоделся, полотенчиком снял, покупался, полотенчиком завязался, переоделся, пошел. И вот, кстати, один из таких, и он классный, вот в малой долине гейзеров, где пешком гуляете, если там хороший гид, то можно попросить, он знает, куда завезти, там покупаться, прям дикость-дикость. Справа внизу на фотографии как раз Эсса. Эсса, это лучший бассейн в Эссе, то есть такого люхари, как в районе Паратунки. Паратунка – это местность под Петропавловск-Камчатским, где горячие источники. Ну, Паратунка – это деревня. Ну, да, деревня. Просто местность всю называют по названию деревня Паратунка. А это Эсса, там тоже термальные источники, но это лучший бассейн. Все остальное – это прямо, знаете, когда взяли какое-нибудь большое колесо, натянули туда тент голубой, налили туда горячей воды и вот купаетесь. Есть дикие прямо тоже там лужи. Но иностранцы, когда ездили, обожали Эсса, потому что там есть коряки, там есть корякское стойбище, там можно оленину поесть, там есть классные мастера по резке по дереву, по камню. То есть там такое… Очень много этники, которые вот любят иностранцы, и, в общем-то, там тоже заповедная зона есть. Она интересная. Наши туристы, ну, так, постольку-поскольку. Когда вот на Толбачих едут, захватывают. Ну, мне очень понравилось. Тебе понравилось, Наташа? Мне понравилось. То есть как одна из точек, когда ты едешь на Толбачих, с удовольствием посещаем. Теперь касательно транспорта. Ну, мы уже сказали, да, неоднократно сказали про вертолеты. Вот сверху и снизу классический самый сборная программа в основном осуществляется на Ми-8. Ми-8, чем он выигрышный? Тем, что он абсолютно не подвержен всяким витрам. Он такая вот неповоротливая, тяжелая корова, которая тебя везет 100%. Очень, ну, там очень-очень малые вообще какие-то доли бывают в чрезвычайных ситуациях. Ну, естественно, они были на Камчатке, вы про них, наверное, слышали, там читали, может быть. Ну, просто потому что там огромное количество вертолетов. Там это главный транспорт, как такси там. Потому что дорог хороших нет, добраться куда-то надо быстро. И поэтому вертолетов там реально много. Там же много компаний, которые рыбой занимаются, икрой. Это все у них делается на вертолетах. Поэтому там это... Соответственно, есть две классические экскурсии, про которые мы уже так довольно-таки подробно рассказали. Это Курильское озеро и Долина Гейзеров. Сейчас они там делают еще пару экскурсий, дорабатывают, ну, продумывают тоже, чтобы сделать их, скажем так, в формате классического. Это там совместную с кораблем в бухту Ольга они думают сделать. Они уже будут запустили. Ну, они ее потестили. Непонятно, будет ли она на потоке стоять или нет. Потом, собственно, на тот же Толбачик, про который мы так восхищенно рассказываем, тоже есть экскурсия на вертолет. Они в этом году пробуют ее запустить. Пробуют ее запустить. Ну, вот в нашем понимании все-таки, ну, не почувствуешь, что Толбачик за один день прилетел сюда на вертолет. Да, да, получается, из Петропавловска, Камчатска, три часа сначала ты едешь на машине или четыре, садишься на вертолет, полтора там часа, наверное, час летишь, быстренько облетаешь, садишься в мертвом лесу, смотришь в мертвый лес, поднимаешься и все это в обратном порядке. Ну, как бы, и стоит это почти 80 тысяч. Как это, короче. Соответственно, ну, плюсы, понятно, да, можно посетить труднодоступные места, посетить заповедные территории, за один день увидеть несколько топовых локаций, реально там, ну, зачекиниться, сделать крутые фотки, что-то еще, да. Да, минусы стоимость, сильная зависимость от погоды. И есть еще один минус, тоже здесь его забыли написать, это то, что вот на сборных вертолетных экскурсиях все очень, ну, как раз в том числе из-за погоды, жестко регламентировано. То есть, когда тебя высаживают, тебе говорят, у вас есть 35 минут, вы сейчас, у вас есть вот 35 минут, вам надо поесть и покупаться. И через 35 минут мы ее заведем и полетим. А вас там, ну, типа 18 человек, сами понимаете, да, насколько это жестко. Ну, в этом минус определенный есть, ну, народу в целом, мне нравится все равно, ну, потому что есть своя атмосфера в этом. Нет, когда ты понимаешь, что есть ограничения по времени, просто у нас почему? Мы же, когда туры возим, мы никого не ограничиваем по времени на джипах или на вахтовках, есть пофотаться, полежать, помедитировать. А тут люди хоба на сборную экскурсию на вертолете, а там все быстро-быстро бегом-бегом. И еще, чтобы человек с ружьем всегда рядом был, потому что, если ты отошел, у тебя там, короче, съедят медведи. Ну, в общем, все жестко. Вот. Но, тем не менее, когда варианты индивидуального вертолета, такие бывают, заказывают, там есть и Коптеры, и Робинсоны, и Беллы. Когда индивидуальные экскурсии, там уже, конечно, все более мягко, красиво. Потом, касательно наземного транспорта, это вахтовки, это джипы. Джипы, они, наверное, чуть-чуть проходимее вахтовок в вопросах именно проездов там, где может где-то проломиться линза, например. Ну, то есть вахтовки тоже там водители, к счастью, наверное, не дураки, и они не поедут туда, где можно засадить вахтовку так, что потом оттуда не будешь выбираться, ну, или будешь очень долго выбираться, стараются этого не допускать, не доводить до этого. Из-за этого у вахтовок есть вот этот минус, что, например, когда тебя забрасывают, ну, там, подгорелые, там, вот в этом году, например, нас забрасывали, нас высаживали метров на 500-700 раньше, чем высаживали джипы. Ну, в целом, вроде как бы мелочь, да, но... Но на обратном пути. Но на обратном пути вот эти вот 500 метров, они не хочется их ходить, да, казалось бы. Но при этом вахтовка, надо понять, вахтовка, ну, она может быть на разной базе, кто не знает, что такое вахтовка, это большой грузовик, у него сзади место для людей, где сидячие места, прям в кузове, закрытый кузов, нормальный, полноценный, с окнами. Вахтовка очень сильно, по-русски говоря, козлит, ну, в ней очень сильно трясет, да, вот. Она гораздо медленнее, она гораздо менее комфортабельная, но она очень колоритная. Вот, ну, вот, что, ну, то есть, я считаю, хоть раз на Камчатке надо на вахтовке проехать. Вот мы везде ее вставляем. Не, мы обязательно ставим, чтобы у нас в Туре были и джипы, и была обязательно вахтовка какая-нибудь, не очень сложный маршрут, потому что это просто прикольно ощутить вот эту вот... База у них очень разная, бывает 66-й, ГАЗ, там все подряд бывает, КАМАЗ и так далее. Джипы, соответственно, они быстрее, комфортнее, в каких-то моментах они, ну, может быть, даже чуть-чуть там проходимее вахтовки в каких-то моментах, да. Но джипы, соответственно, при пересчете на группу, получается, в разы, на человека-место, получается в разы дороже. И у джипов, естественно, есть ограниченность в местах, вахтовку можно запихать там до 20... Ну, бывает 24, да. По-разному, 24 человека. Скоростные катера, яхты. Есть очень разные скоростные катера, яхты, от там маленьких катерков до больших. Естественно, нужно понимать, что чем быстрее катер, тем быстрее ты перемещаешься между локациями. Но в целом все катера ходят водоизмещением на всех экскурсиях, ну, чаще водоизмещением, это когда они выходят на глиссер, то есть они не отваливают полный газ, да, ну, банально. Если они отвалят полный газ, то сожрется бензина столько, сколько еще, она будет еще столько же доложить сверху, еще будет. Ну, да, просто нельзя, потому что он иначе очень много расходует, поэтому все ходят водоизмещением. И, как мы уже сказали, можно брать стандартные программы, есть сборные индивидуальные форматы, есть яхты на любой вкус, есть в том числе даже парусные яхты, но это отдельная история. Их на них очень, ну, практически никогда не делают вот этих вот сборных, то есть они делают многодневки на яхтах. Касательно того, где жить, мы уже, в принципе, скоро будем подходить к концу. Три самых популярных места для проживания на Камчатке. Это Петропавловск-Камчатский, жить в самом городе. Квартиры и гостиницы. Квартиры и гостиницы, честно говоря, окей, но не очень все-таки Петропавловск. Короче, если вы хотите сэкономить, в смысле у вас нет большого бюджета, то Петропавловск-Камчатский это оптимальное место, потому что он как бы находится посередине, нет лишних трансферов куда-то добраться. Вот он Петропавловск-Камчатский, все однодневные какие-то экскурсии можно заказывать прямо из Петропавловск-Камчатска и вот будете ездить. И там цены, естественно, от самых недорогих квартир, там за 2,5 тысячи, например, в сутки до каких-то более-менее нормальных гостиниц тысяч до 7 в сутки номер. Ну, есть прям и достойные варианты очень в Петропавловске с видами там на Овачинскую бухту, например, там, ну, то есть на Вилючинский вулкан. Но это надо поискать, посмотреть, ну, в Петропавловске есть такое проживание отдельный формат. Наиболее часто живут, ну, есть формат проживания в Елизово. Елизово – это город, в который вы прилетаете, он там возле Петропавловска-Камчатского находится. Там нету видов на, соответственно, вообще на Овачинскую бухту, на Вилючинский вулкан. Там могут быть виды на группу домашних вулканов. Ну, в целом, можно там жить в Елизово, там строится гостиниц. Вулкан, в котором ночевать и ездить оттуда. Такое встречается, я знаю, что некоторые турфирмы селят там в хостелы в Елизово, потому что это просто дешево. То есть если тур стоит 70 тысяч на неделю, это люди живут в хостеле. И какие-то групповые вот эти, которые по 25 человек экскурсии на вахтовках, вот такого формата тур, там 5 дней, например, жить в хостеле, ездить на вахтовках 25 человек. Это вот такие туры стоят около 70-80 тысяч. Ну, в целом, это адекватно. Если ты хочешь посмотреть Камчатку в относительно адекватных по современным меркам деньгам, можно так сделать. И наиболее, скажем так, такая топовая локация для проживания – это Паратунка, как мы уже сказали, возле деревни Паратунка. Есть много там, это бывшие детские лагеря, которые перестроили в базы. Там есть прям огромные уже базы, есть базы очень локальные, есть базы, которые сдаются… Частные дома. Есть базы, которые сдаются просто… Одна база, там, например, 5 коттеджей в сезон сдаётся только целиком базой. Полмиллиона. Коттеджами не сдаётся. Сдаётся полмиллиона, базу снимайте, пожалуйста. Но если у вас большая компания, своих каких-то друзей, да, у вас там есть стенное количество денег, ну, можно съездить. Соответственно, как я уже ранее сказал, очень сложная система бронирования. Да услышат меня люди, которые, возможно, когда-нибудь будут смотреть это в записи. Очень сложная система бронирования, очень тяжело в этом плане. И людям, которые как физические лица, и туроператорам работать, потому что колоссальные штрафы за отмену брони сильно заранее. Ну, то есть, вот это сложный процесс, и, к сожалению, они там есть. Невозвратные там за 90 дней, например. Невозвратные деньги и так далее и тому подобное. То есть, это всё там присутствует. Ну, не везде, но в некоторых базах. Короче, в самых нормальных базах, которых мы рекомендуем проживать, там очень, во-первых, надо бронировать. Чтобы понимали, летние туры я начинаю готовить осенью. То есть, у меня с осени уже начинаются все брони. И если у меня за 90 дней или за 60 дней остаются ещё незабранные номера, я начинаю их снимать. Хотя, представляете, у меня ещё 3 месяца есть возможность набирать группу, но я вынуждена снять номера, потому что если у меня останется номер, я заплачу 100% штрафа за все 10 дней. Не за первые сутки, за все 10 дней. Представляете? А номер стоит 17 тысяч. Ну, то есть, соответственно, можете... Поэтому очень большие риски. Короче, нужно очень хорошо подумать, скажем так, да, и запланировать путешествие на Камчатку и понимать все другие риски, которые там есть. Ну, то есть, естественно, если у меня на Камчатку отдельный прямо договор с туристами, с другими условиями, не как на Байкале или на Алтае, а именно, что штрафные санкции при отмене тура на Камчатку начинаются рано, из-за того, что такие условия там бронирования. Но надо понимать, что, к сожалению или к счастью, на этих базах реально хорошие рестораны, хорошие спа, хорошие там массажи и прочее, прочее, прочее. Вот все это там есть, да, и надо понимать, ну, порядок цен на питание, я уже сказал, да, в ресторане покушать, ну, наверное, там полторы-четыре тысячи на человека. Полторы это прям слегка поужинать? Да, типа салатик скушать. Ну, это я говорю про хорошие рестораны на хороших базах отдыха. Если идешь в Петропавловске, Камчатском, где-то покушать, там можно покушать сильно дешевле, да. Можно взять, ну, надо настроиться на то, что у вас будет определенная аскеза на тему фруктов и овощей, и вам не захочется их там покупать. У нас была одна группа, которая просила, чтобы на всех, даже вот на вулканах, когда пикники, чтобы везде были свежевыжатые соки. Это было больно очень. Мы там крабы, икра кижуча, икра чевы, ну, ой, как я сейчас разбираюсь в икре? В общем, всякая разная икра. Мы такие, мы хотим сок. Ну, да, сразу же раз уж про игру заговорили, икра не стоит дешевле, как Ксюша уже сказала, из-за экспорта, да, из-за того, что большинство икры идет на экспорт. Но икра на Камчатке зачастую более, ну, менее насыщена септиками. То есть она получается очень правильно посоленная, то есть она не пересоленная, она без септиков, не то, что сюда привозят, она не замороженная перед этим. То есть смысл в том, что ты заплатишь те же там 6-7 тысяч за килограмм, но ты получишь, ну, просто кайф от икры, реально. Мы, когда стали на Камчатку ездить, мы перестали вообще икру покупать в деле, либо только с Камчатки. И те, кто у меня заказывает, ну, привезись там икры, хотя бы раз я привезла икру, все, больше они не покупают нигде, только ждут, когда я с Камчатки опять отправлю что-нибудь. Ну, и говорят, что последний раз подруга рассказывала, что дети, никогда не евшие икру, поели икру, которую мы привезли с Камчатки и начали есть икру и теперь просить икру. А она так обломилась, я говорила, заказала полкилограмма. Я говорила, заказала полкилограмма, как бы вообще не было планов на вас, а что это тут случилось. Отдельно проживание, как я уже говорила, мы уже глэмпинги на Халактырском пляже у подножия Вилючинского вулкана. Надо понимать, там на Халактырке стоит буквально 5, наверное, сейчас глэмпингов у подножия Вилючинского. Но их надо прямо выбирать, вот если на Халактырке, вот прямо надо в них поковыряться. Но там есть, кстати, класс на Халактырке в том, что впереди океан, а сзади-то, видите, домашняя группа вулканов. Это очень красиво. Закаты, рассветы. На Вилючинском вулкане у подножия стоит один глэмпинг. Сильно заранее все надо бронировать. Там есть тоже хороший, в принципе, такой, ребята сами готовят очень вкусный ресторан. Ну, кафе, ресторан, не знаю, он тоже в глэмпе, но ресторан, подача ресторана вкусно сделана. И, соответственно, гостевые дома в Эсов, Козыревске. Ну, то есть, локации-то, где дома проживания есть много, но, как правило, живут все, вот все-таки стараются жить в Петропавловске или в Паратунке. Вот, ну, две таких самых популярных локации. Петропавловск дешевле, Паратунка дороже. Да, но это если тур, это, знаете, наш классический тур. Это для тех, кто едет первый раз на Камчатку. Вот мы живем в одном месте и радиально ездим в разные точки. Вы смотрите тогда классику. Если хочется не классику, если вы уже второй раз, то уже начинаются выезды с переездами там по 2-3 ночи в разных локациях. Касательно времен года на Камчатке, но мы больше рассказывали сейчас все-таки про летнюю историю, да. Там есть и зимняя история. Зимняя история, она принципиально другая, потому что основное, ради чего зимой едут на Камчатку, это все-таки фрирайд, хелиски и поездки на снегоходах. Но помимо этого, ну вот на нас, например, на Новый год там есть очень такой тур, в котором мы постарались собрать всю зимнюю активность. Она такая максимально интересная, насыщенная. Ну считается, что зима на Камчатке декабрь-май. Огромное количество летних локаций просто физически недоступны. Или используется более сложная техника, как я уже сказал, тоже. Ну, вездеходы, снегоходы, что-то такое. Да, ну вот мы на Горелой, например, в конце июня ходили, мы практически всю дорогу шли по снегу. Поэтому, сейчас это реклама будет магазина «Спортмарафон». Гамаши, трекинговые палочки, обязательно туда надо брать. Вот здесь вот через дорогу, все проходите. Правда, потому что, когда забываешь гамаши, то либо снег, либо вулканический песок, камушки, все это попадает в обувь. Надо учитывать, вы либо берете высокую обувь, либо с собой гамаши. Это такой обязательный предмет на Камчатку. Ну и правда, кроме шуток, в «Спортмарафоне» реально хорошие гамаши. И реально очень большой выбор. Правда. Всех отправляем туда, потому что там реально удобнее всего подобрать. Касательно того, как поехать бесплатно, обещали рассказать на лекции. Действительно, такая опция есть. А вот, кстати, секундочку. Вот на Толбачихе, например, глэмпинг. Сейчас я вам по ценам назову. Семиместный шар. Что-то получилось, 5000 на человека койко-место. Но при этом вы с собой везете все. Начиная от продукта. Воду, воду, газ. Газ, посуду, плитку. Вы все везете с собой. Спальники хотите взять в аренду дополнительные деньги. А, да, без постельного белья. Постельное белье. Ну, короче, все за дополнительную плату. Ну, короче, вот такая система. Баня 7000 часов. Не беремся, опять же, кого-то тут осуждать или говорить, плохо это или хорошо. Просто констатируем факт. Потому что, на самом деле, до Толбачика что-либо довести, ну, вообще просто даже содержать там персонал в этом глэмпинге, это сумасшествие. Я не понимаю, как эти ребята делают в принципе, да. Ну, вернее, понимаю, да. Но все занято. И рассказываем о том, как попасть бесплатно на Камчатку. На Камчатку попасть бесплатно можно несколькими способами. Первый набор волонтеров в заповедниках. Есть различные сайты, ну, различные заповедники на Камчатке. Туда можно прямо написать, сказать, я хочу быть волонтером. И вас отправят, например, на Курильское озеро. Надо понимать, что волонтерский труд, там, все-таки что-то надо делать. Ну, готовить еду, там, или там, помогать наблюдать за медведями. Ну, тема, формат прикольный очень, съездить стоит. Отдельная история. Честно скажу, кому-то нравится, кому-то нет. В некоторых глэмпингов набирают волонтеров на работу. Почему я про толбачек рассказала? Туда набирают, например, волонтеров. Ну, в частности, на толбачек набирают. Да, ты живешь в офигенном месте. Да, там очень красиво. Да, возможно, у тебя даже бывает время куда-то сходить. Но вообще это, ну, надо понять, что это все-таки работа. За которую, ну, условно, ты не получаешь зарплату, но получаешь красивые виды. Да, зато ты делаешь это забесплатно. Для некоторых людей такая возможность пожить на Камчатке, она, в принципе, уникальная и невозможна. Отдельная история, да, не скажу, что мы часто ей пользуемся, но, тем не менее, иногда она у нас проплывает. И вообще у других турфирм поехать в качестве помощника сопровождающего. То есть, например, у нас есть гид, который едет по Камчатке. Ну, условно, например, лечу я, я лечу там сопровождать группу, но мне нужен человек, который будет просто со мной. Я глубоко убежден, что это тоже очень большая работа. Все равно, как ни крути, ну, то есть, ты вот в щи уматываешься там. Отдельная тема, да простят меня камчатские друзья, но я это, правда, не рекомендую делать. Работа на Камчатке в сфере туризма, ну, в частности, например, бывает там история поехать на Камчатку, поработать, например, официантом. Такие вот предложения бывают. На самом деле на базах отдыха не работают сами, кто житель. Чаще всего, да, на базах отдыха работают приезжие, потому что приезжего легче, ну, скажем так, как это сказать, привязать к четкому графику. Потому что приезжему делать нечего на Камчатке, он как бы вот приехал, живет при базе отдыха, соответственно, ему, он большее количество времени может работать. Но труд довольно-таки жесткий и адский, как бы, ну, труд официанта, да, как бы. Я очень уважительно, правда, отношусь к их профессиям, они очень крутые ребята, но прям тяжело. Ну, вот, например, на базе, на которой мы живем, там все, от СПА работников до официантов, администраторов, там вообще нет местных. А база на человек на 400. Там все работники приезжие с не самой высокой зарплатой для Камчатки, но единственное, что они ее никуда особо не тратят, потому что они живут и питаются за счет работодателей. Но они-то едут, думают, что они будут работать и смотреть Камчатку. А они... Ну, выходной, как правило, один, и в него-то, как правило, спешим. Они с 6 до 12, до часа, до 2 ночи работают, падают, и в воскресенье единственный выходной день лежат, не вставая. Ну, надолго людей не хватает. С вами они за 2 месяца никуда, ну, просто нет сил. Ну, и работа на Камчатке в других отраслях, она тоже, естественно, имеет место быть, такая опция бывает. Да, очень много вахтового метода. Вахтового метода рыба, там, военные в том числе, ну, разные варианты. Немного в завершении, да, маленькая минутка еще о нас, да. У нас есть клуб уникальных путешествий «Моя территория». Мы организуем путешествия не только на Камчатку и на Байкал, как я уже сказал, мы сами с Байкала, но и, в принципе, по всей нашей стране и ближнему зарубежью. Это там Монголия, Грузия, Армения из того, что ближнего зарубежья у нас сейчас есть активного. Вот, и, наверное, самый оптимальный вариант записать наши контакты. Ну, это наш рабочий номер телефона. Я могу вам, если что, дать… А у нас еще раздатка есть, можно будет взять, пожалуйста. У меня визиток с собой, а, есть визитки с собой, есть у меня, да. Есть у нас там раздатка, если что. Так, ну, как мы уже говорили, Ксюша занимается травами отдельно, у нее есть тоже там Инстаграм и прочее про травничество, про натуральные травяные сборы, про гидролаты, про терапию, про здоровье, про прочее, прочее. А я занимаюсь отельным консалтингом параллельно. У меня тоже есть там свои маленькие темки, я сейчас реже их веду, но, тем не менее. Наверное, оставим вот этот слайд. И спасибо вам большое, что вы нас послушали и дослушали. Мы постарались уложиться в час, немного перебрали, но, тем не менее. Готовы ответить на любые вопросы? Спасибо большое. Ну, информативно? Очень. А какие месяцы лучше? Если, вот, единственный нюанс, да, если... Повтори вопрос, пожалуйста. А, когда лучше ехать летом? Как я сказала, что единственный нюанс, это вот Курильское, например, озеро, если вы туда не привязаны лететь, смотреть медведей, то июль, июнь, август, все прекрасные месяца. Сентябрь – прекраснейший месяц. Обожаю в сентябре делать туры, потому что меньше комаров, уже померзли. Часто солнечно. Очень красиво начинается осень, и то, что летом такое, ну, какое-то черно-зеленое, осенью потрясающие виды, потрясающе все красиво, но и туристов меньше в сентябре. Меньше туристов в июне, все цветет. Вот на Толбачике мы словили потрясающий момент, когда было цветение. Вот представляете, черные поля, черные поля, и раз и поле маленьких желтых маков, или каких-то там в шапах голубых. Ну, было очень красиво, но это вот короткий июньский период. Ну, и то, это как бы короткий обычно майский период, который в этом году немножко сдвинулся. Ну, не майский, он в этом году сдвинулся. Ну, сейчас в этом году он сдвинулся там буквально на 2 недели. То есть тут проще ответить, наверное, так, что ехать-то можно всегда, но надо понимать, что это вот чисто ваши фарты везения, да, будет хорошая погода, вы просто получите неимоверное количество эмоций. Будет плохая погода, вы получите неимоверное количество эмоций, но Камчатка вам покажется очень суровым краем. Вот так, наверное, правильнее будет ответить. Еще у кого какие-нибудь вопросы? Да, да. Я бы хотел спросить, летом, если ехать, хайпером заниматься, погулять, сколько это стоит на двоих, но так, чтобы не жить в хостеле, но и не арендовать яхту, такая средняя цена. И сколько стоит зимой поехать покататься на лыжах? Тоже средняя какая-то такая цена, например, на неделю. Я продублирую вопрос, вопрос про стоимость, сколько стоит поехать зимой, сколько стоит поехать летом, просто для записи. Смотрите, ну тут, наверное, проще назвать вилку, да, мы, вот непосредственно мы, да, компания, которая занимается организацией путешествий, ну, высокого уровня, мы стараемся максимально их насытить, и у нас, например, Камчатку мы делаем по принципу максимально насыщенная Камчатка за 10 дней. Она у нас в сборнике стоит 200, в этом году. Каждый год индексируются цены на гостиницы, соответственно, каждый год цена растет, к сожалению. В этом году она стоила 297 тысяч рублей на человека, но это с вертолетом, с красивой, крутой яхтой по океану, с трекингами, ну, там, на вулкан и на экструзию верблюд. Ну, с джипами, с джипами, все, 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 что мы сейчас перечитали, оно вот там есть, да, можно ли съездить дешевле? Можно. Нужно понимать, да, что, ну, там, можно ее самому собрать из однодневок этот тур, да, можно, ну, грубо говоря, наверное, так сказать, от 100 тысяч рублей начинается тур, в котором есть какие-то из этих активностей, они могут быть хаотичны, да, и, ну, вот, что-то вы увидите, ну, там, условно, можно за 300 тысяч один раз съездить, можно разбить на три года и съездить по сотке, например, да, ну, вот, как-то так. Про зиму, отвечая, там все очень по-разному. Хелески, может быть, если мы говорим хелески, я имею в виду полеты на вертолете, чтобы кататься на сноуборде с вертолета, да, оно может быть разным, опять же, на мишке, на большой, в составе большой сборной группы одна цена, в составе, там, индивидуального маленького вертолета для маленькой компании другая цена, можно ходить скитурить, ну, зимой медведей, как правило, нет, соответственно, если есть скитурные комплекты, можно ходить на скитур, там есть скитурные гиды, которые тоже, ну, надо понимать, на Камчатке есть своя специфика, так как есть выходы теплых различных, ну, горячих мест, да, фумаролов, чего-то еще, может подпекаться внизу подложка, соответственно, без гида я бы не рекомендовал там кататься, ну, лучше все-таки катать с гидом, если это скитур, это самый дешевый формат, есть формат заезда куда-то на снегоходах и катания, ну, при помощи снегохода. Ну, в общем, я бы ориентировалась тысяч на 300 с вертолетом. Ну, каталка с вертолетом 1300, да, наверное, плюс-минус, 300-500. Смотря сколько дней там. И говорить про более там дешевый формат на скитуре, ну, то есть, о чем мы сегодня пытаемся сказать? На Камчатку съездить можно и нужно, да, можно съездить задешево сильно, да, даже если вы, в принципе, поедете там, прилетите в Петропавловск-Камчатский, съездите до Халактырского пляжа, побудете на океане, возьмете с собой скитурный комплект, найдете какого-нибудь кореша на Халактырском пляже, сходите с ним по скитуре наверх и скатитесь, вы 100% кайфанете, получите удовольствие, да, и это будет стоить своих денег. Просто, просто я, когда нам, ну, просят составить туры, говорят, у нас 3-4 дня. А вы готовы лететь 9 часов, тратить такие деньги на самолет, потому что, поймите, что еще день-два идет переключка, и такой джетлаг у людей, просто мы не спать, потому что главное заставить человека не спать в обед первого дня прилета, иначе человек неделю переключается, если хотя бы вот этот день он продержится, то происходит быстрый джетлаг, быстро поменяется, пройдет. Поэтому человек, когда прилетает на 3 дня, да блин, он только 2 дня приходит в себя, и ему улетать. Ну, в этом есть нюансы, поэтому я обычно на короткие туры отговариваю людей, все равно это должна быть неделя 10 дней. Больше 10 дней перебор эмоциональный. Просто у меня специально, допустим, в туре есть свободные дни, потому что мы живем в комфортных условиях, где есть бассейн, спа, и нужно делать перерывы эмоциональные, потому что реально очень много новизны, новых видов, новых эффектов, где-то трекинги, и надо отдыхать. У меня была ошибка, когда я в первый год заполнила все 10 дней, люди просто уже к концу 10 дня просто умирали, и им уже не до прощального вечера, там уже вообще не до чего. А так есть кайф, когда есть свободные дни, просто релаксов, спа, с массажем, с горячими источниками. Это тоже учитывайте, не перенасыщайте свой тур, не пытайтесь уложить все. Вы просто все не переварите, и нет в этом смысла. Да-да. Здравствуйте, я очень понравилась. Есть два коротких вопроса. Первый, как я понимаю, сама Камчатка проводит такое юристическое, и вы упомянули, что там совсем беда с дорогами, но само правительство края как-то устраняет эту ситуацию? То есть улучшается дорога, и в общем, они как-то, если в принципе позже будут. Давайте на этот вопрос сразу же отвечу. Устраняет ли правительство края Камчатки проблему с дорогами? Ну, когда мы говорим беда с дорогами, вот дорога, представь себе, есть Петропавловск-Камчатский, да, вот они увязаны, Паратунка, Петропавловск-Камчатский, Елизово, увязаны между собой асфальтом. От Паратунки в сторону южной группы вулканов идет сколько-то там небольшой участок асфальта, да, и есть большой участок асфальта, его правительство Петропавловска-Камчатского края сделало в сторону Усть-Камчатска, ну, такой 300 километров. Здоровый участок, да. Сейчас строится дорога в парк трех вулканов, как раз вот в сторону Вилючинского, Мутновского, Горелого. Вроде как непонятно, то ли она будет до перевала, то ли она будет на перевал. Ну, говорят, что только до перевала, потому что они на перевале собираются строить большой комплекс, и дальше, типа, им не надо. Собираются строить прям, ну, то есть, если бы вы видели проект, там космос, там отдельная Швейцария какая-то собирается строить, миллиардные деньги, я думаю, туда будут вложены. Ну, как всегда, неизвестно, да, когда это будет, сколько там в реальности построят. Но работа ведется, хорошо это или плохо, я тут, ну, как в самом начале лекции сказал, не берусь судить. Ну, это, наверное, лучше Камчадала кого-то спросить, насколько это хорошо или плохо делают. Как я заметил, там, наверное, без леса местность, ну, то есть, вы, я имею в виду, где группа домашних вулканов, которые, ну, ближайшие, привалов с Камчадского, не совсем понятно, есть ли к ним дорога или нет, потому что если, как я понимаю, предмет видно, до него можно дойти, вообще-то, то есть, до них же можно так нормально дойти. Если дорога до группы домашних вулканов и есть ли дорога до, вот, Горелого, Мутновского и прочего. Смотрите, до группы домашних вулканов, которые Корягский, Авачинский, Козельский, дорога есть, в основном проезжабельная на джипе. Ну, там вахтовка или джип. Мелкая точно машина не пройдет, ну, низкая, да, но на вахтовке, там, на экструзию верблюд, ты прямо вот под нее подъезжаешь, которая между Авачинским и Корягским стоит, вот прямо под нее подъезжаешь, там, вот, я говорю, 200 метров с набора высоты, и ты сходил, да. Соответственно, оттуда же можно сходить, там, на Авачинский, на Корягский и так далее. Ну, это вот кажется, что она без леса, на самом деле, там, вопрос на Камчатке с лесом, это то, что там каменная береза, там все, вот такой вот каменной березе, и в траве, которая выше человеческого роста на 2 метра, то есть там не так просто, что такой, не, не, это не Монголия. И это вообще не тундра, просто фотки, видите, вставлялись фотки, естественно, там, например, на том же Толбачике, это ты вот из зоны леса, когда выезжаешь на поля вот этого Толбачика, где как раз были все извержения, там ты попадаешь вот на этот Марс, да, например, на Горелом наверху, когда ты стоишь, но это уже, можно сказать, такие горные районы, да, в Камчатке, где на верховьях лежит снег долгое время, там, ну, прям это извержение, то есть везде, где есть вулкан, сам вулкан, да, понятно, что вот в районе вулкана на много километров вот все залито лавой, там ничего не растет, да, дальше отступая оттуда, там появляется лес, ну, в основном, вот, как Ксюша сказала, это каменная береза. Да, и плюс еще многие вещи, не можешь подъехать близко под какой-нибудь вулкан или проехать на квадроцикле, например, да, хотя вроде бы, что, ну, на квадроцикле проехал, там идет парк национальный, заповедная зона, еще что-то, и поэтому перекрыто ты можешь только пешком пройти. Но понятно, что вы ходите пешком, это очень аккуратно, потому что случаи, вы думаете, это смешно про туалет, это прямо случаи живые, когда люди уходят с туалета и не возвращаются. Да, ну да. Много таких случаев, нет, когда мы такие, таких случаев не было. Ну, в смысле, вообще на Камчатке бывали случаи, когда люди уходили в туалет и из него не возвращались. Когда люди отходили за остановку и не возвращались. Не, ну, находили. Выходили просто. Ну, вот, например, на Горелой, то, что мы вам показывали, видели вот эти первые кадры из фильма, такие красивые, где мы идем по кальдере, это вот все с этого года с Горелого. Мы, когда приехали, стартовало группы, наверное, 4, да? Мы и еще группы 3 стартовало на Горелой, дошли только мы. Все остальные свернули. Очень была смешная история, Наташа тоже была свидетелем этого. Мы шли просто монотонно, молча шли наверх на Горелой. В этот момент какая-то была, видимо, корпоратив у ребят, и они заказали все снегоходчиков. А снегоход, ну, вот он как бы в телеге снегоходной, в прицепе, может до какого-то момента поднять на вулкан Горелый, дальше он должен возить по одному, челночить. Соответственно, картина такая, они там, ну, там, корпоратив, там 30 человек, вот они стоят в толпе, и он челночит, он не до самого верха челночит, он челночит, например, метров там на 150-200, ну, чтобы тоже народу-то не обламываться, там, по часу не ждать. Он там 150 проехал, вернулся, 150 проехал, вернулся, и вот он вот так вот туда-сюда возит людей. А мы потихонечку идем. И мы, получается, вышли вместе с ними. Нет, нет, а мы позже... А, нет, мы приехали позже них. Вышли, они уже как бы челночили. Мы поднялись на Горелый, посмотрели Горелый, и вот когда мы вернулись уже обратно, грубо говоря, с этого, с кратера начали спускаться, ребята вот только там закончили и уехали обратно. Ну, короче, такая тема. Не, ну, мы-то там тусовались два часа. Ну, мы долго, мы полтора часа тусовались, но смысл в том, что не всегда вот эта снегоходная история на большую толпу народу, она выгодная и интересная. Иногда бывает проще ногами дойти, да. Но форматы разные очень есть. Может, там бабушки были? Не, не, там прям была молодежь с пивасиком, они там кайфовали, и у них была своя атмосфера. И на самом деле реально не все доходят. Как на защите кандидатской диссердации. Из группы один человек развернулся. Ну, там мы как бы просто, было понятно сразу, что человек не пойдет, мы просто думали, сколько пройдет. Но человек хорошо, что быстро метров через сто понял, что нет. Касательно, спрашивают по касательно поехать в качестве помощника-запровождающего. У нас на сегодняшний день, у нас конкретно, да, у нашей компании не так часто туда проходят туры, да. Мы, вот, ну... В смысле сборные туры? Да, сборные туры. И у нас есть как бы такой, ну, список, что ли, да, людей, которых мы там вот их имеем в виду, да, которых мы там периодически по возможности присоединяем. То есть в этом году, например, никого не присоединяем, потому что у нас там отменились одни билеты. Одна поездка на Камчатку у чувака, у нашего, из нашей компании, да, он летит со мной. Ну, то есть мы ему просто пересдали билеты. То есть это все очень хаотично, ну, если конкретно про себя спрашивал, я запомнил хорошо, записал. Да, в этот список, ну, в целом-то можно попасть, да, но он такой, надо понять, что у нас очень-очень-очень длинная история по этим турам, ну, в плане того, что там вот на Камчатку мы делаем два заезда летом, один заезд зимой, да. Ну, в этом году хотим два заезда зимой сделать, на Новый год и на 23 февраля. Да, в этом году вот пока что все до 23 расписано, на следующее лето вроде как там тоже кто-то был, кто желающий, да. Вот как-то пока что так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова